Кстати, ИСРАФ. ИСРАФ – это «Аммаль у нисби», это относительно каждого человека. Например, мне Роллс-Ройс купить ИСРАФ, а Билл Гейтс – это не ИСРАФ. То есть, относительно. Понимаете, это у каждого зависит от достатка. Например, человек… Что такое ИСРАФ? Когда ты берешь то, что ты, например, не можешь осилить и так далее, и ты большинство своей части имущества туда вкладываешь, и она как бы тебе… Вот это для тебя ИСРАФ является. Ты одеваешь, например, скажем, купил, например, то, что не так тебе нужно. Например, ты купил, например, машину какую-то дорогую, но к ней поставил золотые диски, как часто делают некоторые братья арабы у нас так делают. Зачем тебе золотые диски? Вот это уже ИСРАФ. То есть, это та вещь. Но если ты хочешь, например, ходить, где сказано, то, что посланник Аллах, саллаху алисаалу, любил хорошего коня, любил… Гелик 63-й, да? Любил хорошего коня, любил просторный дом. То есть, это что такое? Уверенно в чем? Это ИСРАФ. Если, опять же, если ты не идешь, например, идешь занимать деньги и покупаешь там, например, как говорится, лучше солому жуй, но барку не сиряй, да? Так говорить. У некоторых так живут люди. Я знаю, например, братьев, которые там дорогие машины, но у них деньги нет заправить бензин. Они там занимают деньги на бензин, сами там идут в долг и покупают ГЛАНДИО, чтобы выглядеть. Вот это ИСРАФ. Но если у тебя, например, там поздравляют и так далее, альхамду лля, там возможности есть и так далее, при этом ты за кятвы оплачиваешь, при этом ты там садака даешь, помогаешь, то это не является для тебя ИСРАФом, альхамду лля. Вот это.